Всем привет! Начинаем очередное путешествие по Венгрии, Будапешту. Хочу вам показать Hunting Exhibition. Это выставка охоты. В Венгрии это единственная выставка, которая демонстрирует историю охоты. Есть средневековые и современные разделы по охоте. Представлена всемирно известная коллекция трофеев. Надо отметить, что Венгрии имеют более чем тысячелетнюю охотничью историю и традиции. Охотничье хозяйство в Венгрии это бывшие дворянские охотничьи угодья, авторы венгерской знати. Естественно, Венгрии очень бережно относятся к правильному ведению охотничьего хозяйства. И только благодаря этому им позволило сохранить поголовье объектов охоты. К объектам охоты относятся олени, косули, кабаны. То, что там вводится, грубо говоря. Естественно, когда вы охотитесь, вы покупаете некую лицензию. К примеру, за благородного оленя до 5 килограмм это 700 евро. Ну вот, от 5 до 8, 3400 евро. И свыше 11 килограмм. Цена билета, цена может доходить до 11 тысяч евро. Конечно, это в зависимости от времени года. Эти цифры, они там калиблются. Ну вот, да, еще можно сказать про кабана кабан. До 1500 евро лицензии. Туда еще входит 10% от стоимости тура. Ну, в общем, достаточно дорогое удовольствие для тех, кто занимается охотой. В Венгрии есть огороженная территория, где можно добыть до 50 кабанов в день. Ну, так написано. Вообще, конечно, это ужас. Когда я ходил по этой выставке и видел эти рога, я думаю, ну, надо же люди, да? Которые вот столько уничтожены на олене. Зачем? Ну, возможно, конечно, надо сказать, что в древние времена, естественно, действительно, это было мясо, это было питание. Но сейчас-то благородных оленей уничтожать просто это ужас какой-то. Вот охоты с вышками. Сразу вспоминается старый документальный фильм, где наш Леонид Ильич Брежнев стоит на вышке и стреляет. Я уже не помню. Помню, это тоже был кабан какой-то. Ну, в общем, такое двоякое, конечно, отношение к этой выставке. Ну, тем не менее, значит, выставка есть. Можно посмотреть там представленные косули, благородные олени, лани, вот, муфлоны. Я даже не знал, что такое муфлон. Это оказалось, вот я посмотрел в циклопедии, парнокопытное животное рода баранов. Ну, вот, собственно говоря, и все. Можете посмотреть, что я тут фотографировал, наснимал. Я ходил по этим залам, смотрел. Ну, там есть также и не только трофеи, но есть и орудия, скажем так, орудия убийства. Это какие-то древние оружия, современные оружия. Представлены различные фотографии. На видеоэкранах показаны элементы охоты, как охотиться. Ну, выставка-то, вот, как выставка, как собака, да, она интересная. Ну, просто вот, когда ты начинаешь задумываться о том, столько же... Таких огромное количество этих рогов, этих убитых оленей, косуль, конечно, можно в ужас прийти. Но, что есть, то есть. Вот. Там еще различные картины, десятка, которые прославляют охоту, с элементами охоты. Различные какие-то картины, либо по дереву, по кости, ювелирные какие-то изделия. Все, кожаные какие-то некие работают. Ну, все они направлены на показ элементов охоты. Охота в искусстве. Так называются они, эти залы, где расположены вот эти вот картины и какие-то аксессуары. Ну, вот, собственно говоря, и все, что я хотел вам рассказать про эту выставку. Вот, смотрите. Да, забыл я сказать, что вся эта выставка находится в замке Вайдахунят в Будапеште. Ну, вот и все. Все пока. Всем привет.